Плюс два утонувших человека за прошедшие выходные тела 43-летнего мужчины полицейские сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам достали из водоема в Сузгаре. Второго погибшего 22-летнего молодого человека водолазы искали несколько часов в Кошелевском пруду в Рамадановском районе. Итого 13 человек утонули на водоемах Мордовии за полтора летних месяца. Шесть человек у нас в июне утонуло и семь человек в июле. За текущие 13 дней июля семь человек у нас уже утонуло. Включая в летний период у нас утонул 16-летний подросток в Больщикнатовском муниципальном районе и шестилетний мальчик у нас в Ардацском районе буквально 9 июля. Купаться запрещено. Такие таблички стоят на всех водоемах, где жители Саранска привыкли спасаться от жары. Купальный сезон официально в Мордовии так и не открыли в связи с пандемией. Но ежедневно городские пляжи посещает порядка двух тысяч человек. Треть из которых дети и подростки без сопровождения взрослых. Да и сами взрослые часто ведут себя как дети. Люди купаются в нетрезвом состоянии. Это практически 90 процентов. Из 13 утопленников у нас только трое были в трезвом состоянии, ну включая там малолетнего. Остальные 10 человек в нетрезвом состоянии. Купаются в одиночку. Градус алкоголя в крови повышается, уровень ответственности пропорционально снижается. Все трагические случаи произошли в районах республики. И в этом тоже есть закономерность. В Саранске, несмотря на то, что купаться запрещено на самых популярных пляжах, пришлось все же поставить дежурных спасателей. А вот следить за нетрезвыми купальщиками на отдаленных от города водоемах некому. К середине июля количество утонувших уже превысило статистику прошлого года. За весь купальный сезон 2019-го на воде погибло 12 человек. По прогнозам синоптиков, жаркая погода продолжит держаться, а значит желающих искупаться меньше не станет. Но сколько еще человек должно утонуть, чтобы правила поведения на водоемах все выучили наизусть? Светлана Влашина, Александр Зюзяев. Наши новости.